Несмотря на ежедневную профилактическую работу госавтоинспекции, количество ДТП в Якутске не снижается. За минувшие пятницу и выходные в городе произошло 31 автомобильная авария. Пострадало 4 человека. Подробнее об этом расскажет Виталий Абрамов. Конец прошлой рабочей недели омрачился аварией на перекрестке улиц Билибина и Сергелярского шоссе. 70-летний водитель Тойоты Вишни уступил ехавшей по главной дороге Ниссан Лаурель. В результате удара по правому боку седан выбросила настричку, где уже правым боком ударила о Тойоту Суксид. Она вроде не так быстро ехала, понимаете? Ну я потихоньку начал ехать и вдруг это откуда, я даже не понял, это машина. Со скоростью где-то большой, где-то под 90. Такая черная машина? Вот эта, да, черная, которой я ударил. Сам виновник отделался испугом, а вот водители остальных машин и пассажиры получили различные травмы. И, к сожалению, один из них скончался до приезда скорой помощи. Ой, не живой уже. Он этот пристегнут был. Я был тоже пристегнут. Меня вот водитель помог выбраться из газели. Ну тут остановился свидетель, который... Ну дверь заблокирована, дёрнул там. Может, ремень даже выделил? Я не помню, что что... Потому что там... Материалы ДТП переданы в следственные органы. В тот же день на улице Курашова под колеса Тойоты ИСП попал 13-летний мальчик, перебегавший дорогу в неустановленном месте. От удара мальчик отлетел на полосу встречного движения, где ехала автомашина Тойота Королла. В результате наезда ребёнок получил тяжёлую травму головы и с каретой скорой помощи был доставлен в республиканскую больницу. Кроме того, также в пятницу на улице Можайского тентовый УАЗ догнал притормозившую Тойоту премию. В результате оба водителя были госпитализированы. И завершая сводку, вчера на перекрёстке улиц Данилова и Космонавтов, Тойота Филдер также не уступила дорогу Тойоте Дюна. В результате чего последняя съехала в Кювет и наехала на жилой дом. Водитель автомашины Тойота Филдер получил травму и был госпитализирован. Фактов употребления алкогольных напитков у данного водителя не выяснилось. А вот у второго участника дорожно-транспортного происшествия, 20-летнего водителя автомашины Тойота Дюна, был составлен материал по части 1 статьи 12.26 за невыполнение законного требования сотрудника полиции о прохожении медицинского свидетельственного состояния опьянения. Напомню, что отказ от метод свидетельствования переравнивается к статье за пьяную езду. То есть водитель Дюна, хоть и не виноват в ДТП, как минимум уже лишился прав. Дорогие водители, а также пешеходы, будьте благоразумны, соблюдайте ПДД и не попадайте в наши сводки. Наталья Абрамов, Максим Ростовцев, НБК Саха, Якутск.